14 сентября пройдут выборы главы, вице-главы района, а также депутатов городских и сельских поселений. Мы опросили горожан и узнали, готовы ли они голосовать и что хотят изменить в родном городе. Определили, кто будет мэр. Ну, заранее, это, мне кажется, уже стопроцентная инфа. А так мэр должен сделать, ну, чтобы было хорошо. Во-первых, это дороги, а во-вторых, это дети. Дороги, самое главное. Чтобы для детей побольше все делали и бесплатно. Бесплатно. Да. Ты не там живешь. А, собственно, все вот эти старые дома я держу. Хочется, конечно, получить квартиру в одном доме. Мне хотелось бы относительно ЖКХ. Приструнить их. Ну, вот у нас тут не было несколько дней горячей воды, ой, холодной воды перекрыли, кто-то затопил. Невозможно было. Звонишь в аварийные службы, это не к нам вопрос. Казалось бы, к кому тогда этот вопрос? Можно узнать, когда включится под кипятком, ты не намоешься. Если было поменьше мусора, у нас очень много лун стоит везде, почему-то очень много мусора. На палубе, мимо лун кидают везде. Потом получат носить к нашим цветам, конечно, не топтали, не вырывали. Детей у них еще не гуляли по нашим цветам, по нашим цветам. Очень высокие квартплаты, но внутри домов я не вижу изменений. Особенно вот эта графа, ремонт внутри жилых помещений. Вот как были разбиты эти плитки там, так они и есть разбиты. На самом деле всегда есть что улучшить. Наверное, еще больше надо внимания уделять развитию досуга для детей, потому что болтаются, так сказать, по улице, не заняты. То есть давать возможность, может быть, предприимчивым людям организовывать что-то в нашем городе. Ну, во-первых, у нас такая идет застройка точечная, что жить уже становится очень тяжело в этом городе. Загруженность автотранспорта, естественно. Но надо сделать побольше скверов, я считаю. Давно меня, честно говоря, по-моему, пора асфальт здесь положить. Потому что он кривой весь до невозможности ходить. Мы видим, что администрации, около администрации много спортивного. Вот это направление мне очень нравится. Сама я из Красноярска, кстати. Скамейк побольше понаделать. Сидеть негде. Многие не ходят. Вот мы старые, и негде сидеть. То, что меня больше всего волнует, это вот эта вторая поликлиника. То есть такое помещение, это же бывшая амбулатория, насколько я помню, Баковского резинового завода. Она до сих пор существует. И столько народу к ней прикреплено, что очень тяжело. И врачам тяжело работать, и нам, в общем-то, и пациентам тоже трудно. Чтобы поставить ее, надо спрашивать людей с первого этажа. Они, естественно, не хотят, потому что пьяницы все собираются, все. Ну вот здесь вот стоят везде скамейки, никаких пьяниц нету. Но у нас около дома пьяницы. Ну, положительно, конечно, город красавец. Что там говорить? Вот этот вот парк, который рядом с администрацией, вообще замечательно. Отдыхать – одно удовольствие. В общем, не знаю, вот сидишь, посидела, теперь не знаю, где посижу. Около столба постою, пойдем. А так, в принципе, чего? Все, в общем-то, более-менее нормально. Это один из самых чистых городов. Здесь очень приятные люди. Всегда очень весело. Всегда много народу, компания, друзья. Классно. Цветы у нас. Вот, и здесь ухаживают. Вон они здесь. Волитые. Чтоб побольше было детский садок. Ну, детский садок меня не волнует уже и еще. Вот. Парковки, конечно. Парковки – это вот, ну, это, по-моему, очевидно, зачастую проблема. Как ее решать? Наверное, просто нужно какие-то более жесткие нормативы для застройщиков. Ставить, чтобы больше. Меньше ставили этих коробок, а больше каких-то инфраструктурных вещей. Вот сейчас, вот сколько слышу, глава администрации Иванов, так, в общем-то, пока не знаю, пока ходи дела не расходятся с теми обещаниями. Если у него будет так продолжаться, то добрый путь ему, добрый путь. Мне Александр Берсович нравится, нравился и нравится. Вынешний мир он показался бы таким деятельным, очень активным, и это очень приятно. А вы на выборы собираетесь идти? Мне уже 83 года, надо идти, но нет. Не знаю, это выборы у нас через дорогу, да? Мне бы было 18, я бы, конечно, пришла бы на выборы. Да, на выборы я пойду. Ну, естественно, надо идти. Я всю жизнь ходил на выборы, только не всегда выпадает то, что хотел бы по выбору. Вот общий такой, как бы, вот именно принципиально еще к этому вопросу не подходило. Может быть, будет ближе уже что-то, и тогда действительно посмотрю в лица, в глаза, почитаю поподробней, и уже как женщина, да, вот сердцем, что называется. Ну, на выборы мы, конечно, пойдем, 14-го обязательно. Ну, подумаем, мы с семьей подумаем, с семьей пойдем на выборы. Политически, как сказать, индифферент.